Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Наша жизнь всегда кажется нам уникальной, но спешу огорчить — мы лишь маленькая толика в бесконечности Вселенной. Все социальные связи, которыми так гордится человечество, срисованы с любых социальных животных, будь то приматы, волки или, например, насекомые. Да, жизнь насекомых очень похожа на нашу. Это, кстати, очень хорошо описал Пелевин в своей одноименной книге «Жизнь насекомых», где муха одновременно муха и в то же время жрица любви. Комары страдают алкогольной зависимостью, а муравьи не только роют подземные ходы, но и посещают театр оперы и балета. Вот и наш сегодняшний герой — часть этого большого мира, который нам ошибочно кажется маленьким. Встречайте муравьиного льва — семейство насекомых из отряда сетчатокрылых. Название этого четырехкрылого создания говорит само за себя — это лев в мире насекомых. Считается, что оно указывает на муравьев, составляющих значительную долю добычи личинок этой группы насекомых, а лев просто означает охотника. В мировой фауне по различным оценкам описано от 1800 до 2000 видов муравьиных львов, которые распространены преимущественно в тропических и субтропических регионах. По мере продвижения на север в северном полушарии и на юг в южном полушарии количество видов заметно уменьшается. На территории России обитает 34 вида. Однако самое интересное в другом особый интерес представляет не взрослая особь, похожая на стрекозу, а личинка муравьиного льва, которая внешне напоминает клеща и ведет хищнический образ жизни. Наверняка многие из вас видели небольшие лунки в песке. Особенно их много встречается по обочинам лесных дорог и на других солнечных, защищенном от ветра и дождя местах. Эти ямки выкапывает личинка, но саму ее не видно, она сидит на дне, присыпанная песком для маскировки. Когда какой-нибудь муравей попадает в эту ловушку, личинка чувствует это по вибрации скатившихся песчинок. При этом она начинает сразу же движениями головы бросать песок в свою жертву, отчего она невольно скатывается ко дну ловушки. Тогда муравьиный лев цепко хватает ее своими челюстями, которые у него немаленькие и впрыскивает в добычу желудочный сок, растворяющий внутренности жертвы. После этого личинка утаскивает пойманное насекомое под землю, где высасывает его внутренности и наружу выкидывается только пустая хитиновая оболочка. Когда личинка роет свою ямку, то ее стенки и дно состоят из мелкого песка. Ученые провели ряд экспериментов, в результате которых установили, что личинка выбрасывает из ямы не только весь крупный мусор, но и самые крупные песчинки. Лев тщательно сортирует песчинки, выбрасывая из ямы значительно больше крупных песчинок. Личинка муравьиного льва копает свою ловушку таким образом, что укладывает крупные песчинки каскадом в нижней части ямы. Это-то и провоцирует осыпание. Любая добыча, которая попадает в яму, обрушает песчаную лавину, и жертва сразу попадает к смертоносному хищнику. Вот такое вот получается детское питание для личинки муравьиного льва. Именно благодаря такому способу охоты муравьиный лев считается одним из самых эффективных хищников среди насекомых. Вообще стадий развития этого насекомоядного хищника несколько. Стадия яйца, личинки, куколки и имагу. Имага — это как раз уже взрослая особь, которая, как ни странно, намного безобиднее личинки муравьиного льва, ибо питаются ставшие на путь праведные насекомые нектаром или пыльцой, а не трупами муравьев. Однако, вне зависимости от выбранного меню, в дневное время муравьиные львы спят, а активничают по ночам и вечерам. Взрослые львы чаще всего просто сидят, уцепившись за какое-нибудь растение, лишь изредка поднимаются в воздух и перепархивают на соседний куст. Хотя они внешне и похожи на стрекоз, но сильными и ловкими летунами, в отличие от последних, не являются. Правда, в отличие от стрекоз, у них есть относительно большие булавовидные усики и крылья, которые сидящие насекомые складывают на спине домиком, подобно ночным бабочкам. Кстати, ролик про стрекоз был недавно, его можно найти в плейлисте «Рептилии и насекомые». Преобразование зловредной и довольно отталкивающей личинки во взрослую особь может напоминать трансформацию из золушки в принцессу. Правда, размер принцессы значительно больше, чем у личинки. Примерно через 15 минут после расправления крылышек львица сразу же превращается в развратницу и принимается за поиски полового партнёра. И вот тут сказка про превращение убийцы в принцессу заканчивается. После того, как самка муравьиного льва отложит яйца, она оставляет этот бренный мир. Образно выражаясь, хрупкое создание умирает в природах, а её принц, не вынеся утраты любимой, тоже гибнет. Справедливости ради, надо сказать, что прежде чем отбросить все свои шесть львиных копыт, они оставляют столько яиц, что даже с учетом высокой детской смертности среди муравьи львов, выживших будет вполне достаточно, чтобы компенсировать и эту самую смертность и покойных маму и папу. Благодаря поведению своих личинок муравьиные львы оставили прочный след в мировой культуре. Например, в фольклоре южной части США имеется специальное заклинание, которое произносят, чтобы выманить личинку муравьиного льва из её норы. Похожие обычаи были зарегистрированы среди народов Африки, Карибского бассейна, Китая и Австралии. А помните мультик про мумитролей, где муравьиный лев превратился в ёжика? В общем, царь зверей в мире насекомых у матушки природы вполне удался. А какого настолько же хищного насекомого вы ещё знаете? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.